МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, и снова мы в Харькове, снова нас любезно приютил спортивно-стрелковый клуб «Сафари Украина», где мы, собственно говоря, будем вам рассказывать о новинке от компании «Сброй». Что же это за новинка? Кому-то может показаться уже сия модель знакомая, это пневматическая винтовка PCP «Казак», но она модернизированная, то есть все-таки новинка. Что же это? Рассмотрим вместе с программой «Приключения рыбака и охотника». Оружейный партнер проекта – компания «Сброя». Ни для кого не секрет, что лучше всего о модернизациях и моделей, скажем так, этих винтовок, расскажет непосредственно человек, который, ну, собственно, практически создавал их, да, Роман, если я не ошибаюсь? Да. Роман, собственно говоря, инженер компании «Сброя», которая нам расскажет, чем же отличаются эти модели, модернизированные, да, от предыдущих «Казаков». Нравится мне название «Казаки», все-таки наше такое. Итак. Ну, собственно говоря, винтовка «Казак», она в процессе производства, мы уже производим порядка где-то двух лет, и в процессе производства подвергалась модернизация неоднократно. То есть мы постоянно улучшаем, улучшаем эту модель. То есть сейчас мы, как бы, уже сделали, дошли до того уровня, что, ну, как бы, горят до совершенства в каком-то смысле. Достигли совершенства же, да? Да, достигли, да. В ней, собственно говоря, учтены все те нюансы, которые в процессе эксплуатации многие пользователи наших винтовок, они, как бы, указывают на них. Мы эти все нюансы учли, то есть были доработаны, ну, фактически все узлы винтовки. То есть сейчас, я думаю, ни у кого не возникнет ни единого шанса нам предъявить какую-то претензию по поводу работы этой винтовки. Вот все-таки великая вещь, как ни крути сети, да, я имею в виду социальные сети, интернет-сети, где люди общаются между собой, обсуждают проблемы, либо какие-то вот надо что-то это делать, где-то вот как-то вот так вот сделать. И, собственно, что это учитывается. Но это помогает двигаться вперед. Конечно, конечно. А у нас сейчас появилась линейка казаков, собственно, винтовки казак, 4,5 калибра, допустим. Вот это еще как бы в старом варианте ствол 330 миллиметров и баллон 180 кубиков. Он имеет в виду только вот как бы компоновка. Все остальное, собственно говоря, здесь вы уже можете наблюдать. Есть те узлы, которые вас, может быть, удивят. В процессе отстрела, я думаю, мы все это покажем, расскажем, чем это отличается и какие это дает преимущества. То есть появился еще дополнительно у нас еще в линейке ствол 450 миллиметров и баллон 220 кубиков. Плюс ко всему прочему, сразу можем анонсировать. Я как раз хотел тебе напомнить о том, что мне это рассказали, но озвучи ты. Появилась у нас еще в линейке винтовка калибре 5,5. Она будет выпускаться со стволом 450 миллиметров и баллон 220 кубиков. Энергетика в заводских настройках будет 44 джоуля. Вот, допустим, винтовка в калибре 4,5 со стволом 330 миллиметров будет настроено 22,5 джоуля. А длинный? Да, длинный ствол будет давать 30 джоулей в заводских настройках. Хотя, опять-таки, это никого не ограничивает в дальнейшем перерегулировать либо с помощью нашего сервиса, либо самостоятельно. То есть, в принципе, это возможно сделать любому человеку, который имеет какие-то навыки общения с механикой. Ну и, собственно говоря, как предложил Роман, проще всего рассмотреть эти винтовки, эти новинки модернизированные в процессе стрельбы. Оружейный партнер проекта Компания «Сброя». Так, ну, собственно говоря, заняли мы практически огневой рубеж. Что касается винтовки. Итак, с чего начнем-то стрелять? Ну, начнем на стрелите. Начнем со ствола 450 миллиметров. Постреляем, посмотрим. То есть, в первую очередь, уже хочется сразу акцентировать внимание. Обратить внимание, да? Да, то есть, это была старая версия магазина винтовки «Казак». Это вот новая. То есть, она уже знакома тем, кто пользуется нашей тоже продукцией винтовка «Хортится». Там аналогичный магазин. Он чуть-чуть в песке. Заодно и проверим работоспособность. В полевых условиях, да? В полевых условиях. Я понял. То есть, процесс зарядки магазина данного максимально прост. То есть, достаточно пульку направить в камеру. Со стороны, здесь вот на этой поверхности указана точечка. Есть такие вот углубления специальные. То есть, направляем сюда камеру-пульку. Скажи мне, вот я не первый раз слышу у тебя камера, да? Это так правильно говорить? Ну, я думал, камера там... Нет, нет, правильно говорит камера. Камера, да? Ну, где вверх учись, как говорится, да? Да. Вот, собственно говоря, и всё. То есть, есть здесь две резинки, которые удерживают эти пульки внутри, чтобы они самопроизвольно не выпадали. Данный магазин, он предусматривает абсолютно любую, возможность зарядки любой пульки в количестве на 4,5. То есть, хоть грамм 0,5, хоть 0,67, любая пулька сюда абсолютно спокойно устанавливается и надёжно фиксируется. Дополнительно хотелось бы сказать вот ещё о рычаге разведения. Он сделан сейчас с дополнительным таким вот, я не знаю, как бы вот сказать, рычаг, который позволяет ещё более легко, то есть, заведение фактически вот, вы видите, да? То есть, я одним пальцем взвёл. То есть, всё очень просто. При этом магазин, так же, как и в Хортице, он имеет, то есть, винтовка имеет так же само, как и в Хортице, имеет механизм проворота барабанщика, который автоматически проворачивается после заведения. То есть, и становится на зарядку новая пулька. Я понял. Ну что ж, ПК, первые, так сказать, моменты по модернизации мы рассмотрели. Я думаю, что можно приступить к стрельбе на 50 метров. Значит, вот у нас флажок 150 метров. Следующий флажок на дистанции там 100 метров, соответственно, полтинник у нас тут. И приступаем к стрельбе. Затем рассмотрим очередные моменты модернизации казака вместе с программой приключений рыбака и охотника. Так, ну, собственно говоря, здесь у нас произошел первая серия из 5-ти выстрелов через хронограф. Средняя скорость 286, насколько я увидел, да? Последние 292. Средняя скорость 286. В этом это нормальная скорость для казака? Мы стреляли пулькой 0,67, поэтому, в принципе, эта скорость хорошая. Я понял. Ну, тогда пойдем посмотрим, что там за рыв. Так, ну, здесь, на самом деле, Роман Сергеевич у нас проявил чудеса. Просто я замечу, что сейчас вот видно, насколько ветер порывистый. Сейчас все-таки небольшие порывы, а обещали порывы до 15. Но, тем не менее, кучу ты здесь сложил. Эта дистанция у нас 50 метров. Что это у нас такое отрыв? Ну, а это вот как раз вот эти порывы, которые сейчас даже, если посмотреть... Вот так вот, посмотрите. Вот такие порывы. Ветра, которые... То есть, в принципе, пуля 0,87 достаточно устойчивая. Но при таком ветре, как бы мы ни старались, все равно будут отрывы. То есть, ну, поэтому ты решил все-таки 5-6... Да, поэтому здесь один был выстрел, который ушел. И потом я сделал еще дополнительно 5 выстрелов. Собственно говоря, здесь две пули вместе. Ну, и вот, как бы, где-то в пределах 20-25 миллиметров в кружок вложились 5 выстрелов. Ну, на самом деле, как по мне, я все время говорю, да, то есть, для меня эта кучность уже замечательная. Потому что, ну, у меня охотничьи мерки немножечко отличаются, да. А вот, теперь интересует, что касается... Мы не зря... Давай, дожди, стой. Вот так вот снимем. И покажем, что у нас здесь. Мы специально стреляли по доске, по заказам зрителей. Вот, для того, чтобы показать им глубину вхождения в древесину. Ну, насквозь, показываю, не прошло. Да, но оно уже вспучило даже древесину вот в том месте, где пульки ложились. А для того, чтобы показать, насколько оно прошло, есть тактический штангель-циркуль. Вот, собственно говоря, где мы и замеряем глубину вхождения. 4,5 миллиметра. И не забываем еще о диаметре самой пуль. Пульки 6 миллиметров. В длине. Ну, в длине, да. Правда, ее сплющивает. Так, не по-детски, видать. Ну, а здесь вот то, что, наверное, почти насквозь прошло, это вот почти сантиметр, да. Доска у нас двойка, если не ошибаюсь, да? Двадцатка. Двадцатка. Вот. То есть, в принципе, в среднем будем считать так, что проходит на 0,8 сантиметра. То есть, 8 миллиметров, да? Ну, да. Плюс еще длина пульки. Ну, пулька там порядка 5 миллиметров. Ну, она сплющивается, я думаю, что там миллиметр 3 остается. То есть, в принципе, на самом деле, двадцатку почти прошивает. Будем считать, что один, короче, полтора сантиметра. Так, усредним показатели. Хорошо. Это мы стреляли казак. Длина ствола? 450 миллиметров, 30 джоулей. Замечательно. По этому поводу я предлагаю... Можно еще одну такую штучку? Вот. По этому поводу я предлагаю в правую мишень. Ну, или какая-то удобная, правая, да? Да, не вопреки. Сделаем отстрел уже коротким стволом. Вот. И посмотрим, там сила выстрела какая уже? 22,5 джоуля. Это дистанция 50 метров. Стрелов Роман, наш бессменный. Вот. И, собственно, посмотрим, что же он натворит с этой мишенью. Вместе с программой приключения рыбака и охотника. Оружейный партнер проекта – компания «Зброя». После первой серии такой удачной кучи, так называемой, которую Роман Сергеевич собрал при таком ветре, о чем даже нам подсказала доска, которая на нас завалилась, почувствовала себя Януковичем. Хорошо, что не венок. Вот. Что у нас еще? Снова по модернизировано в казаке. Да. То есть, как бы, в продолжение всего ранее сказанного хочется еще добавить спусковой крючок. Долгое время усилился вопрос о том, что не совсем чувствительный спусковой крючок. Сейчас мы добились того, что регулировки позволяют настроить спусковой крючок с чувствительностью от ста грамм и до полутора килограмм. Прошу прощения, здесь он сам под себя индивидуально может подстроить? Ну, конечно, каждый пользователь может настроить. И, в принципе, даже можно и ниже ста грамм. Но мы, как бы, как завод-рожитель, мы гарантируем, что у вас будет на самый мягкий спуск, то есть порядка ста грамм. Хотя можно и ниже, допустим. То есть, как бы, позволяет регулировке добиться и ниже цена. И плюс ко всему здесь есть возможность регулировать свободный ход. То есть, есть стрелки, которые любят перед тем, как почувствовать сам спуск, как бы, преднажать, преднажать. То есть, как бы, какое-то, чтобы ощущение было на кучечке пальца, что мы уже дотронулись до спуска крючка. Здесь он также регулируемый. То есть, от нуля до четырех миллиметров мы можем его регулировать. То есть, в принципе, вы можете настроить так, что коснулись и произошел выстрел. Или, как бы, чуть-чуть преднажали и выстрелили. Ну, нет, я со своей стороны добавлю. У меня, кстати говоря, очень удобно расположен предохранитель. Вот, не нужно отвлекаться, да? То есть, пальцем чуть вверх снял с предохранителя. Да, вот у вас есть такая возможность управлять тем образом. То есть, вы нажали и, собственно, перевели в это положение, вы не можете выстрелить. Перевели в это положение, вы можете выстрелить. Соответственно, это вас предупреждает красненькая точечка. Да, я понял. По прикладу. Да, приклад. Он, опять-таки, в процессе производства несколько раз модернизировался. То есть, добавлена была щека, которая уже была в некоторых моделях, которые ранее там выпускались. Модернизация, собственно, ряда только такая. И плюс мы сейчас пришли к тому, что сделали универсальный резервуар. Он аналогичен тому, который установлен в Хортице. То есть, так же само вы можете его выкрутить из корпуса винтовки. Он здесь на резьбе находится. То есть, вам предварительно не нужно откручивать. Вы просто берете и выкручиваете резервуар. Ну, я напомню, как мы это делали. На примере Хортицы. Максимально просто. Все сделано для людей. Это замечательно. Вот. У вас есть такой элемент, как резервуар. Он сейчас под давлением. Вы можете увидеть. Ну, мы рассмотрели, собственно, всю ту часть, которая обычному обывателю будет доступна и которая ему, собственно, будет в первую очередь важна. То есть, здесь много-много всяких конструктивных изменений, которые позволили максимально улучшить все характеристики этой винтовки. Ну, как бы внедряться в эти... Ну, не будем углубляться, да, уже в тонкости, корицы, технические, да, потому что это дремучий лес, лично я считаю, да, в который нам залазить нечего. Итак, у нас дистанция 50 метров. Звонограф, кстати, напомню, здесь 22, да? Да, здесь 2,5 джоуля. И скорость выстрела? Ну, пулькой 0,547, порядка 280-285. А мы стреляем? А мы будем стрелять, ну, я вот хочу сейчас попробовать. Сейчас просто ветер очень большой, поэтому попробуем 0,67 пулька вот такая вот. Попробуем вот этой пулькой. Хорошо, ну что ж, тогда приступаем к стрельбе на 50 метров. Так, ну, я так понимаю, что серия из 5-ки выстрела сделана. Средняя скорость 255-256. Судя по хронографу, нормальная скорость считается? Да, только 0,67. Угу. Это, в принципе, нормально. Я понял. Ну что ж, тогда пойдем и посмотрим, что он там натворил с мишень. Так, ну, мне, конечно, всегда умиляет эти высокоточники, которым не нравится иногда, как они попадают, да? То есть, Рома в начале сделал серию вот из-за ветра. Разброс не достаточно такой широкий получился, да? Говорит, давай перестреляем. Вот перестрелили. Вот, уже лучше, конечно, потому что, я так понимаю, что ты выжидал моменты, когда порывы будут слабее, да? Ну да, ветер гуляет. Где-то, что постоянное, во-первых, изменение направления его и, собственно, сила самого ветра меняется. Вот сейчас вот, допустим, какой-то легкий штиль такой. Да, легкий, в прошлый раз легкий штиль заболел эту доску. Да, ну, получается, опять поднимается ветер. Да, ну и плюс пулька у нас была легче здесь. 0,67 пулька. Да, тем не менее, пожалуйста, кучу ты собрал. Я считаю, что, в принципе, для таких условий здесь все нормально. Считайте меня кем угодно, но в данном случае попробуйте, при таком ветре это повторите. Напомню по прогнозу, сегодня порывы до 15 метров. Ну, собственно говоря, опять повторюсь, эта доска нам показала эти самые 15 метров. Вот, что касается глубины проникновения. Значит, здесь у нас немножечко сила слабее, да, насколько я помню? Ну да, здесь 22,5 джуле. Да. Ради интереса просто можем сделать и в предыдущий твой отстрел, да, глубину вхождения. Глубина вхождения 4 миллиметра. 4. А здесь вообще красота. Это вообще под копирку. Так, 4 миллиметра. Это твои предыдущие показания. И последние, которые ты перестрелял, 4 миллиметра. Смотри, а здесь, видишь, как-то так более устойчиво получилось, да? Три с половиной. Вот, и вот эту еще. Так, для проформы замеряем. Вот, 4,5. Ну, грубо говоря, будем считать, 4 миллиметра у нас средний показатель, плюс еще длина пульки самой. То есть 2 миллиметра, да? Учитывая, что у нас плющивается какие-то, типа, порядка 6 миллиметров. Хорошо. Доска с основой, напоминаю, 20-ка. Вот, самая обыкновенная, для того, чтобы не думали, что взяли какую-то другую. Хорошо, у меня к тебе есть предложение. Взять винтовку с длинным стволом и попробовать поразить мишени еще на 50 метров. То есть на 100 метров. Хотелось бы показать, что можно поразить мишени на расстоянии 100 метров с помощью пневматической винтовки PCP «Казак». Оружейный партнер проекта – компания «Сброя». Так, ну, вот, собственно говоря, я приблизительно таким вот образом усложнил для Романа задачу. Дистанция 100 метров, о чем говорит вот этот флажок, на котором написано 50. Глупо звучит, я понимаю, там написано 150. Вот. Значит, у нас, в принципе, три напитка газированных, которые пить, в принципе, нежелательно это яд для организма. Поэтому мы постараемся их уничтожить с помощью пневматической винтовки PCP «Казак». Собственно говоря, приступаем вместе с программой приключений рыбака и охотника. Оружейный партнер проекта – компания «Сброя». Перед тем, как мы начнем обсуждать наши попадания, сразу оговорюсь о том, что стойку под мишень пришлось поменять, потому что попросили не пачкать ту, которой, ну, люди на ней занимаются. Ну, вот, собственно говоря, результаты нашей стрельбы. Пуля первая была у нас по касательной, вот, от чего же она начала шипеть. Вот. И вторая пуля, Роман Сергеевич, на вылет. А, вот, наверное, входное, вот выходное отверстие. Вот. После чего она, как говорится, разорвалась, и никто не будет пить эту гадость. Вот. Что касается банки «Синий», вот, там просто как раз было четкое попадание в серединку, она просто ее разорвала на части. Я не буду показывать, чтобы не было видно, что же именно мы, если почему, стреляли. Вот. Ну, а желтый напиток красиво, эффектно сделал пару кульбитов в воздухе, чему, собственно говоря, я рад. Итак, стрельба на 100 метров, прошла, как говорится. Несмотря на то, что злые языки говорят 50 метров и все, вот, у нас вышло на 100 метров. Вот. Мнение по винтовке. Ну, я думаю, мы уже на таком, пускай, достаточно спорном... Можно мне, кстати говоря, сразу второе специально обучение? На спорном примере, но показали, что даже достаточно небольшие мишени можно поражать и на дистанции 100 метров, хотя, в принципе, если тренироваться, постоянно отточивать мастерство, то можно, собственно говоря, попадать и в более-менший. Ну, здесь, опять-таки, это когда твоя винтовка, да, когда у тебя оптика настроена под тебя, то есть все ты под себя уже подстроил, естественно, пристрелял ее под себя, что немаловажно, то, конечно, результаты были бы выше. Можно умение подбирать боеприпас, согласно той погоде, которая есть. Вот сейчас небольшой стиль, опять-таки, есть возможность... Попорывы ушли. Да, порывы у тебя ушли, то есть есть возможность попадать достаточно уверенно в мишени и меньше, чем эти банки. Я понял, я понял. Ну что ж, со своей стороны, я, честно говоря, кстати, радует меня значок «Казак», прошу обратить внимание, да? Вот, с чем-то он похожий, не буду говорить с чем, где-то я его видел на одной из картин, но в любом случае наша. Что вам сказать? В принципе, я в очередной раз убеждаюсь в том, что наш производитель показывает о том, что он в состоянии и делает это выпускать качественные, замечательные винтовки. Смотрите нас вместе с программой «Приключения рыбака и охотника». Редактор субтитров А.Семкин